Атаваихсан представляет Пророк Муса, мир ему, пошел, поднялся на холм и спрятался там. Вдруг появился всадник, спустился с коня, совершил омовение водой из родника и напился из него. Затем он достал из-за пояса кошелек, в котором была тысяча динаров, и положил его рядом с собой. Совершил молитву, потом сел на коня и, забыв кошелек, уехал. После него пришел мальчик, попил воды, взял кошелек и ушел. Потом пришел слепой старик, утолил жажду, совершил омовение и начал молитву. Тут всадник вспомнил о кошельке и вернулся к роднику, где увидел слепого старика и потребовал. Я забыл здесь кошелек, в котором была тысяча золотых динаров, и никто, кроме тебя, сюда не приходил. Старик ответил, «Я слеп, как я мог видеть твой кошелек?» Всадник рассердился, обнажил свой меч и, ударив им, убил старика, но не нашел свой кошелек и ушел во своясе. И сказал пророк Муса, алейхиссалям, «Господи, нет больше сил терпеть, и ты, справедливейший, объясни же мне, что здесь происходит». Спустился ангел Джибриль, алейхиссалям, и поведал, «Создатель, да возвеличится его мощь, говорит тебе, Я ведаю сокровенное, знаю тайное и знаю то, чего ты не знаешь». Тот ребенок, который взял кошелек, взял то, что принадлежит ему по праву. Отец этого ребенка работал у этого всадника, и он должен был заплатить столько, сколько было в том кошельке. Он не отдал причитающиеся ему, и отец ребенка умер. А сейчас его сын взял эти деньги вместо него. А тот слепой старик до того, как ослепнуть, убил отца того всадника. Теперь он отомстил за него, и каждый получил по заслугам. И наша справедливость и правосудие точны, как ты сам видишь. Пророк Муса, алейхиссалям, узнав все это, пришел в изумление и попросил у Аллаха прощения. Мы привели эту историю, чтобы разумеющие знали, что ничто не скроется от Аллаха, да будет славно его упоминание, и он справедливо поступает с угнетенными и на этом, и на том свете. Но мы беспечны, когда к нам приходит беда, и не знаем, откуда она пришла. Спросили у Зулкарнайна, что в твоем царстве радует тебя больше всего. Он сказал две вещи, одна из них справедливость и правосудие. А вторая, когда я благодарю того, кто чистосердечно поступая с людьми, больше всего совершил добра для меня. И сказал пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, поистине, Аллах любит благодеяние. Он даже любит человека, который, прежде чем зарезать барана, остро наточил нож, чтобы ускорить его избавление от мучений. Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил, «Не создал Аллах Всевышний на земле вещи лучше, чем справедливость. И справедливость мирила Аллаха на его земле, и того, кто соблюдает ее, он введет в рай». И от Умара, да будет доволен им Аллах, передают, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, «Поистине, в раю есть степени для творящих благодеяния, даже для тех, кто оказывал добро всего лишь своей семье и слугам». Катада, да будет доволен им Аллах, толкуя аят Корана, чтобы вы не нарушали весов, сура 55, аят 8, сказал, «Он, Всевышний, имел в виду справедливость». И сказал, «О сын Адама, будь справедлив так, как ты хочешь, чтобы были справедливы с тобой». И от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, передали, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, «Когда Аллах Всевышний послал пророка Адама, алейхиссалям, на землю, он сообщил ему четыре слова и сказал, «О, Адам, твое знание и знание твоих потомков в этих словах. Одно слово тебе, а другое мне. Третье слово между мной и тобой, а последнее между тобой и людьми». Слово, которое мне, это чтобы ты поклонялся мне и не предавал мне сотоварищей. А слово, которое тебе, это то, что я воздам тебе за твои дела. Слово, которое между мной и тобой, это молитва от тебя и ответ от меня. А то, что между тобой и людьми, это то, чтобы ты устанавливал справедливость и правосудие среди них. Катада, да будет доволен им Аллах, сказал, «И несправедливость, которая прощается содеевшему ее». Это несправедливость человека к самому себе, когда он совершает грехи, потом возвращается к своему Господу и кается. Ибо где Аллах, там и его милость. Правитель должен быть верующим, любящим веру. Ибо правитель и вера – близнецы, как два брата, родившихся из одной утробы. И он должен заниматься делами религии и вовремя выполнять обязательные из них. И сторониться страстей, вредных нововведений, порицаемого, сомнительного и всего того, что приводит к нарушению законов религии. И если правитель узнает, что в его провинции есть человек, искренняя приверженность которого к вере и своему мазхабу вызывает сомнения, то он должен приказать привести его, быть суровым с ним, бронить его и угрожать ему. И если тот поймет и раскается, останется невредимым. А если нет, получит наказание и выгонит его правитель из своих владений, чтобы очистить их от его вредных новшеств в религии, беда, и его владения освободятся от рабов своих страстей. И он, правитель, должен делать ислам сильным, продолжая строительство пограничных застав, отправляя к ним войска и защитников, стараться для возвышения и возврата великолепия сунны пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, и его образа жизни, чтобы его хвалили перед Аллахом и распространялось уважение к нему среди людей, чтобы враги боялись его силы и возвысилось его достоинство и положение в глазах его противников, чтобы возвеличился он среди равных себе. И он должен знать, что благочестие напрямую связано с благопристойностью правителя. И царь должен следить за делами подданных, как малых, так и больших числом, как великих, так и ничтожных из них, и не быть соучастником в порицаемых делах. Он должен уважать праведных, вознаграждать за хорошие поступки и запрещать совершение дурных и тяжких проступков, наказывать за совершение дурного и не держать сторону того, кто постоянно совершал грехи, чтобы люди стремились совершать добрые дела и остерегаться плохих. А если у правителя не будет собственной политики, и он не будет запрещать порочному быть порочным и позволит ему делать то, что тот пожелает, то расстроит свои дела во всех владениях. И сказали мудрецы, что характер подданных зависит от характера правителей, потому что простой народ портится и становится безнравственным вслед за правителями, ибо подданные учатся у них и подражают их характеру. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!